Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня готовим любимый хлеб моей бабушки, луковый хлеб. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Для лукового хлеба нам нужны будут следующие продукты. 250 миллилитров теплой воды, 15 граммов свежих дрожжей или 5 граммов сухих дрожжей, 1 чайная ложка соли без горки, 2 чайные ложки сахара, 1 большая луковица или маленький лук. У меня 100 граммов очищенного лука, 2 столовые ложки растительного масла и 400 граммов муки. Сначала, как обычно, все по правилам готовим опару. Значит, в теплую воду, пальчиком попробовали, не горячая вода, добавляем сахар и свежие дрожжи, раскрошили. Размешали ложкой. Теперь добавляем муку, 3 столовые ложки с горкой муки. Муку берем от общей муки. Размешиваем и оставляем опару на 15 минут до образования шапочки. Тем временем мы подготовим лук. Берем и нарезаем мелко. Лук будем обжаривать. Очень вкусный луковый хлеб. Я попросила бабушка приготовить, так как мы сейчас в селе. Я им готовлю разный хлеб. И на сухом молоке, и на воде. Им нравятся мои эксперименты. Говорят, самый вкусный хлеб ты печешь. Вот сегодня решила порадовать луковым хлебом. Я его готовила. Моей семье понравился. Затем лук обжариваем до золотистого цвета на растительном масле. Опара готова. Добавляем на этом этапе соль. Чайную ложку без горки. Размешиваем. Добавляем частями муку в тесто. Теперь добавляем обжаренный лук. Только он должен быть не сильно горячим. Добавили. Тепленький. И теперь добавляем оставшуюся муку. И хорошо вымешиваем. Сначала вымешиваем ложкой, как обычно, а потом уже вручную. Теперь в тесто добавляем 2 столовые ложки растительного масла и вымешиваем. Осталась у нас буквально 1 столовая ложка муки. Она нам понадобится для формирования хлебушка. Тесто должно быть мягким, послушным. Оно очень ароматное за счет добавления жареного лука. Тесто переложили в миску. Дно и бока смазали растительным маслом. Тесто очень мягкое. Осталась еще мука для вымешивания, для формовки хлеба. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. А я все бегаю. Тут уже хлеб нужно вымешивать и ставить на расстойку. Значит, остаток муки высыпаю на стол. Выкладываем тесто и теперь вымешиваем. Хорошенько вымешиваем. Указала вам точные пропорции муки и воды. Это очень важно в приготовлении хлеба. Да и вообще во всей выпечке. Теперь выкладываем тесто в форму. Хорошенько вот так подравниваем. И оставляем на расстойку на 40 минут. После расстойки хлеб ставим в разогретую духовку на 180 градусов. На вторую полочку снизу. Режим выпекания вверх-вниз. Хлебушек выпекался 40 минут. Ой, так все хрустит. Нужно подождать. Дать время ему остыть. И будем пробовать. Я всегда хлебушек сверху накрываю полотенцем. Хлеб просто волшебный. С хрустящей корочкой. Мягкий и нежный внутри. Еще теплый. Очень вкусный. Всем рекомендую приготовить. Вы только посмотрите. Домашний хлеб. Нет ничего вкуснее. А я люблю еще корочку. Весь с чесноком. Это просто объедение. Вкус детства. Ну а теперь дегустация. Просто превосходно. Я так переживала. Боялась, что сгорел хлеб. Духовка газовая. Но поверьте, хрустящая корочка. Нежный мякиш. Очень вкусно. Хлебушек такой мягкий. Вы знаете, влажноватый. Немного внутри. С луком. Он просто бесподобный. Я вам действительно всем рекомендую его испечь. Результат потрясающий. Подписывайтесь на канал. Готовим с любовью. Ставьте лайки. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok